Уважаемые участники сегодняшней встречи, от имени автора генеральной сетевой страницы Иван Сон, приветствую вас, пришедшим вспомнить, выдающегося читать словесности замечательного литератора, поэта, переводчика, публициста, правозащитника, одного из основателей инициативной группы и редактора хроники текущих событий, во весь голос сообщавший о надеющих нарушениях права человека в Советском Союзе. К 75-летию Анатолия Александровича Густрин была издана издательством книгографии «Повышенный». Книга о воспоминаниях, сборных воспоминаний «70-летие со дня рождения». Оно появилось благодаря подвижности и деятельности двух замечательных людей – Юны Вертман, подруги Капсона и Лужа Василия Вернанова. Они бережно собрали очень много информации о творчестве и жизнедеятельности Капсона. 7 лет назад, в 2003 году, Василий Вернанов при интернет-портале «Инерсалинская антология» создал страницу в интернете, посвященную Анатолий Солнечный Капсона. И он был главным редактором до своими независимыми причинами. Также я очень высоко оцениваю вклад двух иностранцев, у меня имеют отношения к церкви внизу. Это американец Макс, англичане Макс Кейон и Эдвард Клайн, которые выкупили бренд Чехова и стали издавать на русском языке книги авторов, которых нельзя было издать в Советском Союзе. Они ее публиковали в 1973 году, главным работой «Инерсалинская антология». Большой вклад в создание мемориальной страницы и ее зеркально-хореографического отражения сборника «Разболинаний» принесли Игорь Гальский, главный редактор интернет-портала «Инерсалинская антология», Михаил Болонский, создавший веб-дизайн, Михаил Минаев, издатель книги и директор издательства «Инерсалинская антология», Павел Крайкман, художник-издательства оформляющей книги, ученики капсона Виктор Кульбах, известный художник, создавший портреты капсона, которые получены на четвертой странице обложки, Юрий Китаевич, один из состоителей сбора «Инерсалинская антология» и здесь, а он еще вот тогда задерживался в трофике, и фактически двигатель и инициатор проекта издания этой книги. Кроме того, я хотел сказать еще раз повторить глубокую благодарность директору и президенту, президенту издательства имени Чеха Эдварду Клайну, Павлу Литвинову, Игорю Губерману, Михаилу Фрейдвину, президенту компании «Мир продаж» и владельцу Нью-Йоркского магазина «Русские люди», а также выразить благодарность самым активным помощникам этого проекта Светлана Альбина в Иерусалиме, Владимиру Гершовичу в Иерусалиме, Эдуарду Надежду Думанец, родчество Музи, Георгий Ефремов, Москва, Татьяна Золотарева и Елена Румянцева-Сиехову, Юрию Киму, Джорджу Арумин-Семенову, директору имени Синтернашного СССР, Александре Свидикову, Гарику Суперфину, фактически главному научному консультанту проекта, Владимиру Тольцу, ведущему «Арминого свободы», Ани Ракитянский, Гарвардский университет, Мария Лановской, Татьяне Анатимировичу и многим другим. Я хотел бы вам дарить спонсоров сегодняшней программы Гостонский университет и профессора Альвария Витина, и Министеринтернешнл-Миссей, ее директор Джоссер Рудинстей, радио-миллионер русский бюллетень и гостонская русская реклама Леонида Комаровского, гатету «Еврейский мир» и гостонского общества «Мемориал» Виктора Светковского, журнал «Бизнес-реклама» издателя Михаила Мошица, журнал «Контакт», которому в октябре исполнилось 13 лет, Михаила Зайцева, «Центр-вакор» Владимира Тургемана, газету «Ново-русское слово» и особо благодарность, Екиру Блуховскому, Наталье Ланине, Ле Зайцкому, Евгении Зайцкой, Вере Рубере, Регене Дэйнни, Петерине Михаевой, Татьяне Задорской, Татьяне Ябловской, Якову Глоберману, а также официального фотографа нашей встречи Эдуард Устанкевич. Следующая встреча следует двух отделений. Первая часть Анатолия Яковсона – участник правозащитного движения, и вторая часть после перерыва Анатолия Яковсона – литератор, поэти и переводчиков. Жизнь Анатолия Яковсона была яркой и трагической. 30 апреля этого года ему исполнилось 75 лет. Мы отмечаем печальную годовщую в этом году, и это уже третья презентация этой книги, которая сначала была в Москве 30 апреля, 6 мая в Евгении и в Уссевере в Устане. Анатолий Александрович ушел от нас 28 сентября 1978 года в Евгении. Два года назад Радио Свобода посвятило свою передачу Анатолию Яковсона. Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. 30 лет назад ушел из жизни Анатолия Александровича Яковсона, талантливый литературовед и педагог, один из самых ярких представителей фрияды шестидесятников, оказавшихся ядром правозащитного и лакомысля в Советском Союзе, один из тех, кто был редактором легендарной ныне хороники текущих событий. Его памяти мы посвящаем сегодняшний выпуск программы Разница во времени. Век 15-20 назад наступила пора адаптации масс-культуры запретной ранее и как бы не существовавшей истории советского инакомысля 40-30-летней давности. Это освоение осуществляется не только за счет введения в оборот неизвестных ранее документов и свидетельств, но и посредством частичного забвения ряда персонажей и событий прошлого или их фальсификации. Шестидесятниками, к примеру, давно уже объявляют себя все вплоть до случайных собутыльников людей таковыми общественно численных. Правозащитникам 70-х именуют себя даже известные в виде генералка любви. Количество демонстрантов и протестантов, в 68-го, тоже растет. Даже по радио Свобода один из будущих коммунистов с азартом рассказывает, как в августе 68-го демонстрировал с чехословацким флагом перед одесским обкомом. Вот только никто, ни обком, ни даже мент, обком стерегущий, почему-то этого не заметили. И при этом отудвигаются в тень забвения подлинные герои того времени, одним из которых, несомненно, являлся Анатолий Икарсон. Анатолий Икарсон, который очень любил с городом России, и в ее историю проекту Аня Ахматова посвятил одну из своих лучших стихотворений. Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу, а я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как в поезда с откоса. Ахмат. Рука Всевластная Судьбы Россию Взвесила Как глыбу И подняла Не на дыбы Как петр Когда-то А на дыбу И на весу Гремят Составы Несутся Годы Поезда Упленная Была Езда Мгла Впереди И бездна Пот И от заставы До заставы Все Вывернутые Суставы Все Смертный Хрип На смертный Пот Но Извиваясь От удушья Вручая Крестной Муки Плоть Россия Как велел Господь В ту пору Возлюбила душ Себе 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 Самой Могилу Рыть Любые Вынести Глумления Но душу Спрятать Душу Скрыть Спасти Живую От растления Надежно От искать Сосуд Что В нем Душа Как хлеб В котонке А там Какой угодно Суд Пускай Произнесут Потомки В одной Крови Себя Избыть В одном Дыхании Претвориться В наперснице Своей Судьбы В сестре Избраннице Царице Найти Такую И обречь На муки И святынь Святей Собою Заслонив Сберечь Как тысячи Смертей Анатолий Александрович Яковсон Был мой Учител Словесности Московской Физико-экологической Школы Мосфер Основанный Ее легендарным Директором Владимиром Федоровичем Морчинником Создавшим Один из самых Лучших Педагогических Куритиков России Который Включил Выдающийся Преподаватель Математика Физиков Израиля Гельфанда Евгения Дымкина Юлия Климонтовича Виктора Левина Наум Северовского И других А также Словесников Наталья Дубова Германа Фейна Феликса Раскольникова Исаак Избарского Анатолия Капсона Виктора Камянова И Татьяну Успенскую Ошайне О своем Коллеге И другие Рассказывают Татьяну Левну Успенскую Ошайне Приехавшую На встречу Здравствуйте Во-первых Мне хочется Сказать Большое Спасибо Саше И за эту Встречу И за книги И за книгу И за Сай В этой Абиттории Очень трудно Говорить Об Абитакционе Потому что Каждая его Строчка Известна И многие Кто-то с ним Кто-то Общался Чисто дружески Кто-то учился У него Ездил с ним В рули Но очень многие Люди сидящие Здесь Снали его лично В этом заключается Поэтому Очень трудно Сказать Что-то новое А мне лично Я мучила Все эти годы Мысль о том Можно было бы Избежать Этого Самубийства И кроме того Мне хотелось бы Еще Я хочу Сказать Что я чувствую Все время Его живым У меня Очень свежее Отношение К тому Что он Буквально рядом Сейчас здесь Присутствует Вторая школа Была идеальным Местом Для него Ему не нужно было Защищаться Бояться Ему не нужно было Восставать Против кого-то Он мог Сосредоточиться На том Что происходило В его душе А именно На работе Над поэзией Серебряного века Толя Говорил сегодня О душе И вот эта Душа его Она все время Работала Очень тяжело Над поэзией Серебряного века И ему Была 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 Он говорил Юни Вертман Что Мне ну Необходимо Проговорить Все Что я задумал Это сегодня Очень важно И он мог Во второй школе Проговорить Собирались В актовом зале Огромные Сидели на столах Собирались На эти лекции Все И люди Приезжавшие Из Ленинграда И из Подмосковья Отовсюду съезжались Никакого отношения В школе не имевшие Я не говорю уже Об учениках И об учителях Ученики вообще Все сидели Рук у друга Буквально на головах На столы Ставили стулья Это как грозди Все висели кругом Кроме того В классах Очень те Кто учился у него Они знают Что иногда В классах Он продоваривал Вот это внутреннее Его постоянная работа Она была Огромная И вот ему У него все время Хотелось высказаться И он мог Проговорить Все что он хотел Вот это ощущение Того что он был Свидетель Что были свидетели Ребята были свидетелями Мы все понимали Что он неординарный человек И казалось бы Что он над нами А он был очень теплый Домашний И простой Он очень нежно Любил нас Учителей Эти отношения Были специфические Не только там Праздники Дней рождения Не только там Не успевает Умно кончиться Как влетает Или кто-то из нас Там не договорил что-то Какая-то поэтическая строчка Статья Бахтина Статья Бучева То есть мы все время Жили вот в этой Атмосфере Сумасшедшей Творческой Жизни Творческое Состояние Было И вот это Толина Творческое Бурливое Состояние Оно было Удивительно Добрым Он Очень уважал Точку зрения Каждого из нас Он давал Всегда возможность Договорить И мало того Ему было важно Чтобы мы договорили То что каждый Из нас думает Вот как говорится Что у него не было Вот этого чувства Того, что он На всеми Чувства того, что он Вот знает Что-то больше Чем знаем мы